МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Я Вячеслав Разбегаев. Я такой же, как вы. Я сомневаюсь, не верю всему подряд и многое хочу перепроверить. Это агентство специальных расследований. Сегодня в программе. Легендарный разведчик Штирлиц. Существовал ли он на самом деле? Агентура такого высокого уровня у нас была. Был ли Юлиан Семенов агентом разведки? Юлиан Семенович купить было сложно. И кто на самом деле стал прототипом Штирлица? Закончил войну он, как и Штирлиц в Берлине, в апреле 45-го года. Причем имел конкретную задачу. Человек с миллионом секретов. Эдвард Сноуден. Предатель или герой? Он просто обычный человек. Гомо-вульгарис. Который просто попал в шизофреническую систему разведслужб Соединенных Штатов. Чем он займется в России? Пусть побудет пока здесь, а там видно будет. Спящие десятки лет. Какими они возвращаются? Его учат заново ходить, фактически. То есть его все учат заново. Лучшее средство от литургического сна. Подними голову. Я поднимаю, он кладет мне под голову бутылку виски. Весна 1945 года. Руководство фашистской Германии вступает в тайные переговоры с Великобританией и США. Цель – заключение сепаратного мира за спиной у советского руководства. Однако операцию «Санрайз-Кроссворд» удается сорвать нашему разведчику. Вряд ли найдется человек, которому не знаком сюжет легендарного фильма «17 дневновений весны». Но все ли события в его основе реальны? И кто на самом деле был прототипом Штирлица? Кому бесславье, а кому бессмертие? Когда в 1973 году с телеэкранов звучали эти позывные, улицы городов пустели. Сериал «17 мгновений весны» смотрела вся страна. А штандартер фюрера СС Штирлица зрители считали реальным человеком. Письма, адресованные Штирлицу, получала и режиссер Татьяна Леознова, и автор сценария Юлиан Семенов. Его дочь Ольга некоторые из этих посланий до сих пор помнят наизусть. Самое смешное было письмо Семенову для Штирлица. Отец открывает, там написано Юлиану Семеновичу срочно передайте. Это секретную информацию Максиму Алексеевичу. И дальше на пяти страницах какой-то непонятный текст из букв и из цифр. Шифровка. Когда вот вышел фильм на экраны, потом начали искать прототипов Штирлица. И фактически чуть ли не все местные газеты региональные за время своего существования хоть одного прототипа Штирлица да нашли. Знаменитые Рихард Зорге и Норман Бородин, никому неизвестный Исай Боровой, соратник Держинского Яков Блюмкин и даже офицер гестапо Вилли Лемон. В каждом из них искали сходство со Штирлицем. Кто же в действительности стал прообразом главного героя? Да и мог ли существовать человек, способный в одиночку разрушить планы Третьего Рейха и западных спецслужб? Агентура такого высокого уровня у нас была, в том числе и в структуре Генерального штаба Сухопутных сил Вермахта. Основа сюжета фильма абсолютно реальная. В рамках операции «Санрайз-Кроссворд» американское и английское правительства проводили тайные переговоры с верхушкой Третьего Рейха. Речь на них шла о досрочной капитуляции гитлеровских войск на Западном фронте, в обмен на гарантии безопасности для нацистской верхушки. Вам необходимо выяснить, являются ли эти попытки контактов. Первое – дезинформацией. Второе – личной инициативой высших офицеров СД и СС. Третье – выполнением задания Центра. Возможности заключения сепаратного мира обсуждались весной 1945 года в Швейцарии. С американской стороны переговоры вел Ален Даллес, в будущем создатель ЦРУ, а тогда глава Бернского разведцентра управления стратегических служб. Его партнером со стороны Германии был главный уполномоченный СС генерал Карл Вольф. Я готов предоставить в ваше распоряжение мою организацию, а это самая мощная организация в Германии – СС и СД. В ваше распоряжение, в распоряжение ваших союзников, для того, чтобы добиться окончания войны и не допустить создания коммунистических режимов. Почему для руководства СССР было принципиально важно знать, что именно обсуждают союзники и представители Рейха? Ведь война заканчивалась. Победа была делом решенным. Однако от результатов переговоров напрямую зависело будущее Европы. Единственная возможность спасти Европу от большевизма – это сделать перемирие с немцами. Быстро. Актер Вячеслав Шалевич, сыгравший в картине роль Даллеса, вспоминает. При создании образа ориентировался на единственную фотографию своего героя. Ведь в те годы о Даллесе слышали разве что в КГБ. У нас как по штампу, если враг, то черным рисуется. А здесь очень была определенная задача, что это очень разумный враг. И не так прост, как кажется. И все же ни Даллес, ни британские дипломаты не смогли довести операцию «Санрайз» до логического завершения. Сталину стало известно о переговорах. Причем и Рузвельт, и Черчилль попытались сначала отбрыкнуться, но Сталин настолько жестко предъявил им аргументацию, что они не смогли уже ничего сделать. Все, дали приказ Алену Даллес прекратить эти переговоры. Уровень секретности, окружавший операцию «Санрайз», был очень высок. Когда Юлиан Семенов спустя два десятилетия после войны начал собирать информацию о ходе переговоров, он понял, что за ним ведется слежка. Отцу нужно было улетать. По аэропорту за ним шпионили такие ребята американские с армейской выправкой. И даже в самолете, когда он уже улетал, возле него село трое ребят, таких мускулистых, с армейской выправкой. И не давали отсовывать там в туалет, следили за ним. Но это не остановило Семенова. Очевидцев тех самых памятных мгновений весны он искал по всему миру. Побывал даже в Латинской Америке. В Германии встречался с Карлом Вольфом. Уполномоченному Третьего Рейха в операции «Санрайз» удалось избежать Нюрнбергского процесса. За военные преступления он отсидел два небольших срока и в начале 70-х вышел на свободу. У него был принцип такой, журналистский. Если ты хочешь что-то добиться от человека, вот ложись на пороге его дома и не сходи с места, пока не добьешься. Как же на рубеже 60-х, 70-х советский писатель получил такую свободу передвижения? Почему беспрепятственно ездил по миру во времена железного занавеса? Долгое время ходили слухи. Семенов сам сотрудничает со спецслужбами. Он говорил, что советский человек за рубежом выполняет задания Родины. Выполнял ли Семенов какие-то задания? То есть был бы он в прямом смысле Штирлицем в деле? Нет, конечно. Он не был ни агентом, ни кадровым сотрудником, тем более КГБ. Однако то, что у Семенова были особые отношения с Юрием Андроповым, в то время председателем КГБ, правда. Но речь идет не о секретных заданиях. На самом деле Андропов был одним из наиболее преданных читателей Семенова. Юлиана Семеновича купить было сложно, потому что по Киму были не нужны. Черные Волги, зарплата тоже не нужна, он хорошо зарабатывал. Ему нужна была свобода. И вот Андропов эту свободу ему дал. Штандартенфюрер Штирлиц. Известный в Москве как полковник Максим Максимович Исаев только высшим руководителем. Настоящее имя героя книг Юлиана Семенова – Всеволод Владимиров. Максим Исаев – его первый оперативный псевдоним. Литературный персонаж стал главным действующим лицом 14 романов, написанных в течение 20 лет. О реальном человеке, которому Владимиров Исаев обязан своим появлением на свет, Семенов рассказал в своих воспоминаниях. Летом 21 года в редакциях нескольких владивостовских газет появился молодой человек. Было ему года 23. Он великолепно владел английским и немецким. Максим Максимович, так звали молодого человека. В 1933 году Юлиан Семенов назвал его Макс Отто фон Штирлиц. Под этой фамилией вымышленный разведчик делал карьеру в Германии. Именно псевдонимы-героя дали первую подсказку, кто же был возможным прототипом Штирлица. Яков Блюмкин. Революционер, чекист, разведчик, ближайший соратник Дзержинского. А вот его псевдонимы – Исаев Владимиров Макс. Совпадение вплоть до деталей. В октябре 1921 года Блюмкин под вымышленной фамилией Исаев был командирован в Ревель. Задача – обнаружить заграничные связи работников Гохрана. Этот эпизод стал основой сюжета книги Юлиана Семенова «Бриллианты для диктатуры пролетариата». Первой из серии о разведчике Штирлица. Это абсолютно реальное дело. И выезжал туда, в Эстонию, для его расследования. Вот именно Яков Блюмкин. Яков Блюмкин был расстрелян в 1929 году по обвинению в троцкизме. А это значит, что стать разведчиком в нацистской Германии он никак не мог. Возможно, прототип Штирлица нужно искать в самой Германии. Совершенно секретно. Личное дело Мюллера Генриха, группенфюрера СС, руководителя 4-го отдела РСХА. Тайная государственная полиция. Гестапо. Шеф гестапо Мюллер – единственный персонаж картины, который совершенно не похож на своего исторического двойника. Режиссер Татьяна Лиознова добивалась максимального сходства своих киногероев с реальными. Но вот с Мюллером вышла сечка. Ну, Ильяна Семенов так написала, что Штирлиц является ровесником века, то есть человеком, родившимся в 1900 году. То Мюллер тоже родился в 1900 году. Они, в общем-то, одногодки. По фильму, естественно, Леонид Броневой лет на 10 старше Штирлица. С чем связано это удивительное несовпадение? Может быть, авторы фильма таким образом специально привлекали внимание к Мюллеру? Ведь, согласно еще одной версии, он-то на самом деле и был прототипом Штирлица. Вальтер Шелленберг в своих воспоминаниях писал, что в конце войны глава гестапо Мюллер был завербован советской разведкой, а потом тайно вывезен в Москву. Мюллер считался без вести пропавшим с конца апреля 1945 года. А бывшие товарищи по Рейху подозревали его в связях с советской разведкой и искали по всему миру вплоть до начала 90-х. И лишь в октябре 2013 года эта версия была опровергнута. Останки Мюллера обнаружили в Берлине. Все-таки он погиб в мае 1945 года во время уличных боев в Берлине, как и Борман, и был тайно похоронен по злой иронии судьбы именно на старом еврейском кладбище в самом центре Берлина, в ближайшем к имперской канцелярии, где окончил свои дни сам Гитлер. Уровень осведомленности Штерлица, звание, аналогичное нашему званию полковника, указывают на то, что его прототип следует искать среди сотрудников аппарата СС. Историки спецслужб полагают, таким человеком мог быть сотрудник гестапо Вилли Лемон. Наша разведка знала его под именем агент Брайтенбах. Задачей Лемона было обеспечение безопасности на военных объектах и слежка за дипломатами. За те 12 лет, что он помогал советской разведке, в Берлине не произошло ни одного провала, связанного как раз с деятельностью там советских представителей. По той причине, что обо всех действиях против СССР Лемон узнавал фактически в числе первых лиц. Единственной слабостью Лемона была его страсть к скачкам. Его и завербовали в 29-м году после очередного крупного проигрыша. Лемон регулярно получал приличные суммы от нашей разведки и честно их отрабатывал. Но ценный сотрудник был провален в 42-м году. Офицер был тайно расстрелян, об истинных мотивах его смерти не узнала даже жена. На Штерлица он не похож вообще. Мало того, что он работал в контрразведке, а Штерлиц в разведке, то есть элита. Чин у него был совершенно другой, он был немец. И кроме того, как мы уже говорили, он был не разведчик, он был агент. Главное же, как считают эксперты, капитан Вилли Лемон никогда не смог бы выполнить задание такого уровня. С каким справился Штерлиц? Этим переговором не быть. Я не дам Гиммеру. Данные об операции «Санрайз» были получены Советским Союзом действительно по каналам разведки. Однако не из Германии, а из США. Возможно, именно там и стоит поискать настоящего Штерлица. Там у нас действительно был настоящий, но не Штерлиц, а Исак Абдулович Ахмеров. Нелегальный резидент. Поток информации, который шел от Ахмерова, был невероятен. Он знал буквально все, что делает Ален Далес в Швейцарии. Вилли Лемон из «Хак Ахмеров». Прототипом Штерлица мог стать каждый из них. Даже отец писателя Семен Ляндрес, если вдуматься, годится на эту роль. Ведь именно его судьба написана в последнем романе о Штерлице «Отчаянии». Штерлиц оказывается за стенках Лубянки, и где его пытают, где его мучают. Это полностью списано из жизни Семена Александровича, отца Юлиана Семеновича, которого посадили в тюрьму по 58-й статье. Возможных прототипов Штерлица насчитывают не менее двух десятков. Выходит, легендарный разведчик – это образ собирательный. В поисках ответа стоит обратить внимание на подсказку самого Юлиана Семенова. Писатель зашифровал ее в сценарии фильма. Если точнее, в характеристике на Макса Оттофон Штерлица. Безукоридин выполняет свой служебный долг. Беспощаден к врагам Рейха. Отличный спортсмен. Чемпион Берлина по теннису. Это фотография разведчика Александра Короткова. Его называли королем нелегалов. Перед войной он руководил резидентурой в Берлине. И профессионально играл в теннис. Невозможно не заметить поразительное внешнее сходство реального Короткова и экранного Штерлица. Человек, которого можно назвать прототипом Штерлица. Александр Коротков. Прекрасный спортсмен-теннисист. Разведчик Александр Коротков работал в Берлине один. Семья его оставалась в Москве. Так же, как и у Штерлица. Московское командование, зная об этом, устроило ему здесь, в этом кабачке, встречу с женой. Кстати, знаменитой встречи с женой в книге нет. Юлиан Семенов, хорошо знакомый с правилами поведения разведчика-нелегала, был против этой сцены. А вот провал радистки Штерлица Кэтрин Кин, Кати Козловой, был задуман Юлианом Семеновым с самого начала. Мама! Мам! Мамочка! У Нормана Бородина тоже встал такой вопрос с родами жены, на каком языке она будет кричать «мама», потому что он был нелегалом до войны во Франции. В фильме Штерлиц спасал радистку Кэт. В реальности Александр Коротков принимал участие в судьбе Анны Филоненко, которые считают прототипом Кэт. Именно король нелегалов готовил русскую радистку к миссии разведчицы. Ниточки от Краткова тянутся и к агенту советской контрразведки Вилли Лемону, от которого он получал информацию. Закончил войну он, как и Штерлиц в Берлине, в апреле 1945 года. Причем имел конкретную задачу тех ее помощников, которые на тот момент оказались в осажденном Берлине, в воюющем городе найти. Май 1945 года. Немецкая делегация во главе с маршалом Кейтелем подписывает акт о безоговорочной капитуляции Германии. Присмотритесь к этой фотографии. Вот Кейтель. Ему протягивают текст акта. Вот маршал Жуков. Внимание! За спиной у Кейтеля тот самый Александр Коротков. Король нелегалов и возможный прототип Штерлица. Официально он переводчик Жукова. Фактически выполняет последнюю секретную миссию на этой войне. Контролирует поведение Кейтеля и следит, чтобы с немецкой стороны не было неожиданностей. В 2011 году газета New York Times опубликовала выдержки из секретного доклада Минюста США. В нем говорилось об операции Sunrise. Как следует из документов, в результате тайных переговоров в 1945 году немецкие армии на Западном фронте начали сдавать крупные города без боя. Скрыться от возмездия удалось 30 тысячам гитлеровских чинов. Думаю, нас ждет еще немало открытий о прототипах Штерлица и новых фактов в истории Второй мировой. Смотрите далее. Эдвард Сноуден. Человек года или предатель века? Служно хотел сказать правду. Почему Америка требует его крови? Пример Сноудена может быть заразителен. И все самые знаменитые предшественники Сноудена. Жизнь перебежчиков любой национальности в любой стране складывается сложно. Похороненные заживо. Что они видят, пока спят? Я чувствовала, что я живу, но я жила в другом мире. Диагноз – смерть или литургический сон? Как не спутать одно с другим? В период Первой мировой войны прошла целая эпидемия. Это агентство специальных расследований. И я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Эдвард Сноуден. Американец, еще год назад неизвестный практически никому. Ныне настоящая знаменитость. Он один из главных претендентов на звание «Человек-года». От него каждый раз ждут каких-то откровений. Его слова и поступки вызывают серьезные дипломатические конфликты. Одни считают Сноудена предателем, другие – героем. Так кто же он? И чем закончится история его побега? Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден вошел в транзитную зону аэропорта Шереметьево 23 июня 2013 года. С тех пор людей, видевших его, можно пересчитать по пальцам. Российский адвокат-беглеца Анатолий Кучерена утверждает, «Сноуден живет в Подмосковье». 30-летний компьютерщик все еще числится в международном розыске. А его выдачи от России требовал лично президент США Барак Обама. Я думаю, здесь Сноуден сам был инициатором. Сноуден искал этого. Но он искал здесь защиту. Ему нужно место, где его не убьют. Почему же Россия проявила политическую волю и не стала выдавать беглеца? И чем Сноуден так насолил звездно-полосатой родине? Что оставалось России? Россия оставалась либо отдать этого человека на растерзание, то, что оно состоялось бы, нет никакого сомнения, либо каким-то образом просто защитить человека от даже, может быть, применения смертной казни в отношении него. Сноуден прекрасно понимает, кем его считают в Америке. Но свой выбор он сделал. Они собираются заявить, что я помогал нашим врагам, рассказав о том, как работают эти системы. Но это можно сказать о любом человеке, раскрывающем данные о системе массовой слежки. Сноуден технически знает мало, но морально-этически и политически Сноуден объявил нам следующее. Возможно, вообще всё. Правил нет. Они вторгаются в вашу жизнь в любую секунду, всегда, когда это могут. И у них достаточно денег на то, чтобы анализировать эту информацию. К скромному системному администратору Агентства национальной безопасности и сегодня стоит длинная очередь. Политики, разведчики, журналисты. За месяц до приземления в Шереметьево Эдвард Сноуден заявил о тотальной слежке, которую уже много лет ведёт АНБ. И предоставил журналистам авторитетных изданий «Вашингтон пост» и «Гардиан» секретную документацию. Сноуден хотел сказать правду. Ему назаял вот этот ложь. Он чувствовал себя замешанным в этой грязи, хотел, может, стряхнуть её из себя. И стряхнул. Оказалось, большой брат следит за электронной перепиской и телефонными переговорами почти каждого гражданина не только Америки, но и Германии, Франции, Великобритании. Пользуясь своим возможностью подключиться к магистральным каналам связи интернет, АНБ может перехватывать практически весь интернет-трафик, обфильтровывать его и потом анализировать. Это Борис Сырков, бывший сотрудник отечественных спецслужб. В 1996 году он написал скандальную книгу «Радиошпионаж» о методах разведки средствами связи. Весь тираж арестовала военная прокуратура. Сырков попал под статью о разглашении государственной тайны. То же самое сейчас происходит и со Сноуденом. Но российский специалист сумел доказать. Всю информацию он взял из открытых источников. А американец выкрал засекреченные документы и сбежал. Почему Вашингтон так настойчиво преследует Сноудена? Почему они любой ценой хотят вернуть его обратно и сделать так, чтобы он получил серьезное наказание? Ведь пример Сноудена может быть заразителен. И сколько еще потенциальных Сноуденов находится внутри системы? Еще в самом начале скандала, летом 2013 года, Сноуден подчеркивал, он не враг своей страны. Просто боится возвращаться на родину. Местонахождение беглого сотрудника американских спецслужб до сих пор скрывается. Между тем, это далеко не первый человек, покинувший США по идеологическим соображениям. Так что же общего у Сноудена и его предшественников? Глент Соутер – разведчик военно-морского флота США. В начале 80-х он служил на авианосце «Нимец». Он был фотографом командующего 6-м флотом. То есть имел доступ ко всем документам, к разведной информации, которую американцы получали со своих спутников, на которых флот. В Риме Глент пришел в советское посольство с просьбой о получении гражданства. В ответ он передал секретные сведения. Фотографии вооружения флота, планы передвижения кораблей, критерии ядерного удара, список объектов СССР для ядерной бомбардировки. И он принял решение сотрудничать с нами, предложить нам свои услуги по идейным соображениям. В октябре 86-го Глент Соутер получил советское гражданство и новое имя – Михаил Орлов. Он стал единственным из нелегальных агентов, кому присвоили звание майора КГБ. Но через три года Михаил Орлов покончил с собой. Мотивы самоубийства до сих пор загадка. Судьба еще одного перебежчика Виктора Гамильтона тоже сложилась трагически. В июне 1963-го года он пришел в советское посольство в Праге и попросил политического убежища. Он порядка 30 лет провел в психиатрических клиниках в Советском Союзе. Последнее, что я видел, в середине 90-х годов показали, как его разыскали в одной из психушек. У него пытались взять интервью, но явно был человек, страдающий психическим расстройством, а не преследованием. Впрочем, были и те, кому удавалось перейти на другую сторону и спокойно встретить старость. 6 сентября 1960-го года Уильям Мартин и Бернон Митчелл, сотрудники Агентства национальной безопасности, передали советским специалистам ключи шифрования, коды, информацию о спутниках-перехватчиках. Сначала никто не понял, зачем. Они не сочувствовали коммунизму, они не были коммунистами, ни по официальности, такой формальной части, ни по убеждениям, абсолютно никак. Галина Митчелл – вдова одного из тех самых перебежчиков. Она, как никто другой, знает. Бывшие сотрудники АНБ не получили за выданные секреты никаких денег. Тогда каков был их мотив? Оказывается, все дело в патологической честности американских математиков. Мартина Митчелл увидели, что дурят американцев. Тут взыграло у них вот то, о чем я говорила, что там обман в таком государственном масштабе. В этом смысле история побега напоминает Сноуденовскую. Они были искренне в своих высказываниях, когда осуждали моральную, этическую сторону этого дела. Наверное, им не надо было идти в разведку, если они так относятся щепетильно к методам, которые там практикуются. В Советском Союзе Митчелл и Мартин полностью погрузились в науку. Бывшие агенты получали из США прессу продукты, лекарства. Ведь они скучали по родине и даже хотели вернуться домой. Но в КГБ им ясно дали понять, назад пути нет. Понятен интерес, который испытывали советские спецслужбы к перебежчикам из ЦРУ, носителям секретной и стратегически важной информации. А кому в России интересен Сноуден? Известно, что основатель одной из социальных сетей предложил ему работу. Бывшая, как считается, шпионка Анна Чапман в своем микроблоге написала о женении. Возможно, это была шутка. Ну, а если все-таки говорить об этом серьезно? Можно ли сравнивать Сноудена в России с американскими беглецами-агентами в СССР? Вряд ли. По масштабу деятельности они похожи. Но разница между ними очевидна. Если агентам советской разведки наша страна была многим им обязана, потому что они очень много информации давали политической, очень ценной для нас, то Сноудену мы ничем не обязаны. И то, что Россия для него делает, это же с доброй волей. Но вот скандал в мире разразился нешуточный. Сейчас, когда мы узнаем, что примерно 5 миллиардов перемещений мобильных телефонов в день отслеживается спецслужбами Соединенных Штатов, следует верить, что абсолютно любая подлость и вторжение в личную жизнь со стороны спецслужб Соединенных Штатов возможны. Союзники Великобритании и США в шоке. Получается, что теперь доверять друг другу они не могут. Соединенные Штаты наблюдают за своими союзниками, в частности, членами Североатлантического Альянса Германии и Франции. и это был конечно же очень большой удар для Германии. Сноуден сам того не желая стал центральной фигурой новой мировой политики. Россия фактически так вышла сегодня единственная не входящая в лагерь скажем так проамериканский страна, которая является в современном государстве. которой есть своя политика, которая есть свои точки зрения. Может ли Сноуден остаться жить в России? Он живет под патронажем русских спецслужб. Это и есть гарантия безопасности. Поэтому у Сноудена не стоит вопрос где он останется жить. У него стоит вопрос останется ли он жить. А раз уж он должен остаться жить, он должен держаться крепко за русские спецслужбы. В 50-е годы американский военный инженер Джоэл Бар передавал советской разведке техническую информацию о разработке радарных установок, авиаприцелах, аналоговых компьютерах для систем управления огнем. После распада СССР он под именем Иосиф Берг несколько раз ездил в США, где читал лекции о микроэлектронике. Удивительное дело. Публика уже не признавала в нем американца. Может быть, я американец уехал в Советский Союз, потом вернулся сюда, и вот я снова с вами. И все засмеялись и зааплодировали. Никто не верил. Сноуден вполне мог бы повторить этот путь. Но вот захочет ли он это делать? Сноуден, он, собственно, не собирался здесь остаться. У него не было возможности выехать туда, куда он хотел. Пусть побудет пока здесь, а там видно будет. Все, кто каким-либо образом сталкивался с американскими перебежчиками, не завидуют судьбе Эдварда Сноудена. Его будущее пока очень туманно. Он просто обычный человек, гомовульгарис, который просто попал в шизофреническую систему разведслужб Соединенных Штатов, которые подло лгут и одновременно говорят, что они это делают для свободы. Жизнь перебежчиков любой национальности в любой стране складывается сложно. В начале декабря главный редактор газеты Гардиан Аллен Расбриджер на заседании парламентского комитета Великобритании заявил, они опубликовали всего лишь один процент материалов, переданных Эдвардом Сноуденом. Настоящие глубокие какие-то статьи и обсуждение серьезного феномена Сноудена, они еще впереди. Бывший сотрудник американских спецслужб получил временное убежище в России. Он может свободно передвигаться по стране, но вряд ли станет это делать. Адвокаты Сноудена опасаются за его жизнь. Может быть, бывший сотрудник ЦРУ готовит порцию новых разоблачений? Смотрите далее. Пророческие сны Гоголя. Чего боялся великий писатель? Он боялся практически всего. Он это воспринимал как приближение литургического сна. Похороненные заживо. Как они возвращаются? Там будут очень характерные волны, которые бывают только во сне. литургический Это агентство специальных расследований и я Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Литургический сон. Последний раз подобное явление было зафиксировано осенью 2013 года в Бразилии. Шум, который устроил очнувшийся в могиле мужчина, услышали работники кладбища. Погребенного заживо спасли. По некоторым данным, в прошлом веке приступом литургического сна был подвержен лишь 1% населения планеты. За последние 10 лет эта цифра увеличилась вдвое. В 19 веке мир обуял панический страх быть похороненным заживо, заснуть и проснуться в могиле. Дошло до того, что люди стали скупать специальные безопасные гробы со встроенными колокольчиками. Конструкция их проста. Веревочка в саркофаге, колокольчик над могилой. Очнувшийся от литургического сна, звонит в колокольчик, зовет на помощь. Чтобы выбраться наружу, предусмотрена даже складная лестница. Человек лежит, и 3 дня вообще, так сказать, с ним ничего не происходит. Он не шевелится, он не реагирует на окружающее, его щипают, он тоже не реагирует. Что можно подумать, что он умер. Еще одно изобретение, рожденное в борьбе со страхом быть погребенным заживо, колокольчики на холодильниках британских моргов. Правда, в начале 21 века их заменили специальными приборами. Они фиксируют малейшие изменения активности. Если что, срабатывает сирена. В Словакии к этому вопросу подошли еще проще. В гроб кладут сотовый телефон с заряженным аккумулятором. Литаргия происходит от греческого забвения. В легкой форме напоминает очень глубокий сон. Характеризуется неподвижностью, отсутствием реакции на внешнее раздражение и резким снижением интенсивности всех внешних признаков жизни. При тяжелой форме литаргии спящий становится похож на мертвого человека. Кожа холодеет и бледнеет, пульс и дыхание незаметны. Только кардиограммы и энцефалограммы регистрируют биотоки сердца и мозга. Некоторые врачи в таких случаях нередко ставят другой диагноз. Все те состояния, которые раньше описывали как литаргический сон, это достаточно долго длящиеся коматозные состояния. И все же медицинские справочники четко разграничивают понятие кома и литаргический сон. Кома чаще всего возникает в результате физических воздействий, травм, повреждений, отравлений лекарствами. А вот причины литаргического сна ученые до конца пока не исследовали. Зато придумали этому состоянию громкое название истерическая спячка. Это впадение в трансовое подобное состояние, когда человек не может или не хочет решать какую-то очень серьезную проблему. Он таким образом от нее отключается, ее отбрасывает от себя, считает, что он спрятался. Почти 60 лет назад 34-летняя Надежда Лебедина сильно поссорилась с мужем. Впав в состояние шока, женщина уснула на 20 лет. Этот случай в Днепропетровской области вошел в книгу рекордов Гиннесса. Позже Надежда Лебедина объяснила, что пока она спала, слышала все, что происходит вокруг. Этот случай всегда приводит в пример сторонники версии о том, что причина литургического сна стресс. Ему сегодня подвержена добрая половина человечества. Однако британские врачи уверены, виной всему специфическая бактерия. Абсолютно все спящие литургическим сном страдали инфекционными заболеваниями. Версия о том, что литургический сон может быть вызван бактериями, нашла свое косвенное подтверждение. В 1938 году англичане решили перезахоронить тела погибших в годы Первой мировой войны. Увиденное поразило исследователей. В каждой четвертой могиле покойник лежал в неестественной позе на животе или на боку. В период Первой мировой войны прошла целая эпидемия литургического энцефалита. Люди действительно впадали в спячку. Самый известный и загадочный случай погребения заживо история со смертью Николая Васильевича Гоголя. Ученые и историки до сих пор спорят. Когда умер великий русский писатель? До похорон или после? Гоголь это вообще конечно такой персонаж сам по себе очень мистический. Человек был как минимум интересующийся какими-то оккультными мистическими вещами. Есть ряд предположений, что он очень сильно боялся того, что похоронят заживо. последние три года у него начались страшные психологические проблемы. Количество фобий выросло в разы. Он боялся практически всего. У него были состояния такой апатии после нервных всяких вспышек. И он это воспринимал как приближение литургического сна. В мае 1931 года было проведено вскрытие могилы писателя, чтобы перезахоронить останки на Новодевичьем кладбище. Очевидцы обратили внимание на порванный саван. Поверить в то, что это произошло по естественным причинам, никто не захотел. Некоторые участники этого события зафиксировали такую информацию, что он был повернут на бок. Но в отчетах НКВД, которые производили вскрытие, этой информации нет. Тем не менее, версии о том, что Гоголь был похоронен заживо, существует. С годами она только еще более обрастает слухами и новыми подробностями. Вот и знаменитые артисты, которые играли в постановках по произведениям великого русского писателя, знают, быть покойником, хоть и не на самом деле, не к добру. Мы же много и часто говорим о приметах, когда Наталья Варлеев в фильме «Ви» летала в гробу. Это действительно плохая примета, и поэтому артисты стараются их как-то избегать. Спасение одно. Перед тем, как лечь в гроб, надо положить бутылку святой воды или спирта под голову. Однажды Сергей так устал на съемках, что забыл о ритуале. Вдруг подходит ко мне режиссер и вдруг поднимет голову. Я поднимаю, он кладет мне под голову бутылку виски. Я поначалу не очень понял, здорово говорю, я понимаю заботу, потому что холодно было, это была зима, мой герой с босыми ногами, в одной холщовой рубахе, он сказал, нет, Сергей, это примет. Кстати, риску впасть в истерическую спячку наиболее подвержены люди именно творческих профессий, утверждают специалисты. Существует и еще одна версия, почему человек впадает в литургический сон. Ее выдвинули зоологи. По их мнению, причина такого состояния атовизм, доставшийся нам от животных, которые и поныне сохраняют свойства впадать в спячку или анабиоз. К сожалению, узнать, что видит в этот момент медведь или лягушка невозможно. Зато нам удалось из первых уст узнать, что видит очнувшийся от литургического сна человек. Зухра Абасова родилась в узбекском кишлаке Эскерап. Как-то у 4-летней девочки сильно разболелась голова. Родственники отвезли ее в больницу. Сначала Зухра металась по постели, а потом внезапно затихла. Врачи испугались и родителям сказали, девочка ваша умерла. Приехали, забрали меня и меня похоронили. У нас по нашему обычаю тело хоронят не в земле, а в могильнике в саркофаге. Меня обернули саваном, положили в саркофаг. Но похороненная заживо Зухра пробыла в могильнике недолго. Решающую роль в этом сыграл сон. Через 2 дня после моей смерти, как все думали, моему дедушке вдруг во сне явился какой-то голос и сказал, что иди спаси свою внучку, она жива. Сон о сне оказался вещем. Когда дед Зухры открыл могильник, внучка лежала на боку в порванном саване. Девочку отвезли в Ташкент. Там, в научно-исследовательском институте, она проспала под присмотром медиков 16 лет. Разбудить Зухру удалось студентам-медикам, проходящим практику в НИИ. Ради шутки они включили на всю громкость популярную песню Каундаун группы Европа. И это сработало. Через сутки у постели девушки выстроились светило отечественной медицины и толпа родственников. Всех интересовал главный вопрос. Что она там видела? Я чувствовала, что я живу, но я жила в другом мире. Там были живы все мои родственники, которые умерли еще много лет назад. Я их описала. И мои родители сказали, что это твой прадедушка, это твоя прабабушка. После пробуждения Зухра призналась, что перестала чувствовать холод, и у нее открылись способности к ясновидению. Правда, кое-кто, знакомый с девушкой лично, считает, что вся ее история вымысел от начала до конца. Достаточно много и часто сталкиваюсь на различных передачах и ток-шоу. Она просто артистка, она играет роль, за которую она, в общем-то, наверное, получает какие-то бонусы. Страх быть похороненным заживо неумышленно, по ошибке, спровоцировал появление новой фобии. Тафофобия. Хотя современные специалисты утверждают, что сегодня такое практически невозможно. Спутать смерть с истерической спячкой. Состояние сна, оно имеет очень специфические все-таки особенности, по которым всегда их можно отличить. Если мы делаем электроэнцефалограмму в состоянии сна, там будут очень характерные волны, которые бывают только во сне. Прогнозировать пробуждение от литургического сна нельзя. Это состояние может длиться от нескольких часов до десятков лет. После этого следует тяжелейший период реабилитации. Человек практически не может двигаться, суставы не движутся, человек не может соблюдать баланс, его учат заново ходить фактически, то есть его все учат заново. Интересен тот факт, что механизм старения у уснувших сильно замедлен. За 20 лет внешне они не меняются, а потом при пробуждении наверстывают биологический возраст за 2-3 года и превращаются в стариков. Медики научились отличать литургию от реальной смерти, но найти средства от литургического сна до сих пор не удалось. Каждый по-прежнему настаивает на своем методе. Одни предлагают вводить больному антибактериальные препараты, другие рекомендуют жесткий стресс вплоть до электрошока. Но есть и третья точка зрения. А что если эту загадку вообще не надо решать? Ведь проснувшиеся утверждают, именно во сне все они были абсолютно счастливы. У нас работает собственный сайт, его адрес на экране. Заходите, интересуйтесь, предлагайте темы расследований. Думаю, будет интересно. Это было агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Увидимся. Смотрите в следующей программе. Запах фальшивых денег. Как король четвертаков искупил свою вину? Красноармейцы во главе израильских спецслужб. Возможно ли такое? Гадание на полиграфе. Чего боялись великие разведчики? КОНЕЦ